Я хочу сказать, что да, квартирка неизбежна. Да, это факт. Я ничего не хочу сказать, пойдем дальше. Ух, твою мать, да господи, как... Привет, народ, с вами снова Артур, и сегодня мы будем играть в игру под названием Elon VR. И вы знаете, на самом деле это очень противоречивая игра. В общем, она продается в двух вариантах, то есть это Elon и, соответственно, Elon VR. Обычный Elon, там и отзывы смешанные, да и те люди, которые в нее играли, говорили, ну, обычный хоррор. Обычный такой, ну, неплохой хоррор. Люди, которые играли в Elon VR, говорили, что это одна из самых страшных игр под VR на данный момент, потому что в ней какой-то дикий эффект присутствия. Вот, ну, я как бы не мог обойти это дело стороной, поэтому будем играть мы в нее, конечно же, в VR. То есть, как вы знаете, я боюсь хорроров, а хорроров в VR я боюсь истерически, и поэтому давайте будем смотреть, но при этом посмотрим. Давайте сделаем одно видео вот сейчас вот, и если оно зайдет мне, ну, и вам, соответственно, то вроде как игра проходится за час, за полтора, и если что, мы пройдем полностью. Тем более сейчас, как раз вот до выхода Resident Evil 7, это самое такое вот, ну, окошко, в принципе, которое можно занять этой игрой. Короче, она какая-то, какая-то страшная, ну, потому что я посмотрел, и в нее можно по-разному играть, и с помощью геймпадов, и с помощью геймпадов от HTC Vive. Я попробую самым прокачанным способом, чтобы полное погружение было. От вас требуется просто надеть на голову наушники, или одеть кому как больше нравится, и, соответственно, сесть на тазик. Ну, потому что, вы знаете, там в описании игры написано, что в этой игре очень серьезный эффект присутствия, поэтому людям со слабым сердцем там и тому подобное, в общем, опасайтесь и тому подобное. Вот, приятного просмотра. Так, окей, самое главное сейчас это не шарахнуть себя... О, господи, манекены, отлично. Короче говоря, не шарахнуть себя о вашей посылке, потому что их реально много. Окей, окей, давай посмотрим на эту игру. Я не знаю, я прям что-то настроен. Так, добро пожаловать в каком-то туториал, это покажет вам управление. Используйте левый трекпад, чтобы ходить. Да я типа что-то как-то... Я слегка низковатый, мне кажется. Ну, окей, типа я ходить могу. Так, левый триггер, чтобы открывать двери. А, ясно. Закрыто, глава 2, глава 1. Окей. Хорошо. Пойдем посмотрим, что у нас тут есть в итоге. Так. Поворачивайтесь, короче, чтобы что-то увидеть в игре. Ну, это типа логично, это типа норм. Дрожащий Сэм. Я знаю, что мы в последний раз с тобой разговаривали 2 года назад. Но мне нужна твоя помощь. С тех пор, как порвал с Эдом, что ли, что-то такое. Прошло 6 месяцев. У меня странное ощущение. Как будто за мной наблюдают. И до того, как ты начнешь обвинять Эда, это не он. Он переехал во Флориду, чтобы там работать. Я знаю, что ты думаешь. О, Господи, что-то меня испугал этот вкус. Я думаю, что типа я потихоньку схожу с ума. Мне самому так кажется. Но, Сэм, я серьезно. У меня ужасное ощущение, что и оно никуда не уходит. Я надеюсь, что ты сможешь до сюда добраться. В семейный дом. Это будет прекрасно. Снова с тобой увидеться. Я знаю, что тебе не нравится это место после того, что произошло. Но я очень тебя прошу. Пожалуйста, помоги. Я не чувствую себя в безопасности. Сэм, пожалуйста, молю тебя, возвращайся домой. Так, ну что, наконец-то мы прошли туториал. Найдите Мишель. Хорошо. Туториал просто был скучный, я ее вырежу, наверное. Ну, просто там ходил, тебя учили всему этому делу. Правый стик. А, на правом стике у нас вон оно что. То есть мы можем с помощью правого стика включать фонарик. Фух. Теперь у нас есть фонарик. Отлично. Хорошо. Мишель! Почему я такой низкий? Я, короче, походу сегодня опять не очень правильно. Ого. Слушай, тут все так выглядит. Прям пипец. Я слышу, там телефон. Но, может быть, на кухне кто? Да, пока. Меня не волнует. Давай на кухне осмотримся. Мишель! Мишель, ты где? Блин, непривычно. Должно быть, я схожу с ума. Я продолжаю слышать по всему дому, как что-то происходит. Куда бы ни пошла, везде нахожу какие-то звуки. Но там ничего нет. Я спрашиваю, мисс Вудлорд. Может, она тоже что-то слышала. Я, по крайней мере, на это очень сильно надеюсь. Слушай, когда ты фонариком сам управляешь, это так непривычно. Это так необычно. Куда я смотрю вообще? Нет, я смотрю, куда надо. Нормально. Я низкий парень. Я этим не горжусь, но, в принципе, ты знаешь, это такое, да? Я не могу открывать. Ох, черт. Кто там? Ох, пляха-муха. Это было немного жутко. А может, как-то свет включить, я не знаю. Нужно найти ключ от этого места. Стрёмная картина. На улице идёт то, что такое, в общем. Господи, какая строчная игра. Так, у нас есть ещё одна дверь. Слушай, подожди, я в эту дверь не заглядывал. Может, ну его нахрен? Чё ж так темно-то, господи? Может, пойдём отсюда? Полицию вызовем, я не знаю. Очевидно, что в доме что-то не так. Я ключ нашёл. Господи, тень от моего геймпада меня просто упорола. Так, мы взяли ключ. Давай посмотрим, что тут ещё есть. Ну-ка, секунду. Слушай, тут ещё полно места. Нужен ключ к подвалу. В подвале, походу, что-то есть реально. Погнали. Слушай, с этим управлением в эту игру реально ещё страшнее играть. Это хер его знает, но это пипец. Я не хочу уже играть, я хочу выключить. Эти тени, это просто пипец. Подожди, что это? Это мой инвентарь. В инвентаре ключи. Так, ключи свет. Свет, ключи. Где есть? Боже, я так испугался. Я уперся в стену. Мишель. Мишель, япона, мать-то где есть? Мне же страшно, тут в темноте одна уходи. Вот там телефон. Так, всё нормально. Дверь открылась, отлично. Мишель. А может, как-нибудь свет включить? Ух, твою мать. Ладно. По сути, такая херчевая. Чего испугался? Ключи свет, пожалуйста. Так, ну телефон, я так понимаю, брать уже смысла нет. Так, окей, нормально. Ну графика такая, я не знаю. Потом на записи, как обычно, посмотрю. И, короче, в игре покажется. Ясно. Ну, я поговорила с миссис Вудлорд. Она сказала, что она никаких звуков не слышала. Самое худшее это её выражение, когда я спросил её об этих звуках. Она так странно на меня посмотрела. Лучше бы я вообще не спрашивала. Я уверен, что она думает, что я безумна. Я не могу в это поверить, но я очень хочу, чтобы Сэм вернулся. Ой, это, господи, без перепугов. А почему я шарахнулся? А, понятно, вон я уже где нахожусь в игре. Хорошо, так, что мы тут имеем? Вкус в лес. Там какая-то сумка, но нам туда не надо. Господи, как провод мешается. Пока что это единственное, чего в HTC Live меня не устраивает. Ну, и во всех пока что очках виртуальной реальности это то, что провода. Куча проводов. Ух, HTC Live вроде там хотят сделать так, чтобы, типа... Господи, то есть я привыкну. Чуть не обделать. Что, типа, следующий HTC Live будет без проводов, но он будет совместим с этим. Ну, не знаю, короче. Это все еще пока что настолько неотважные технологии. Так, ну что, Репти, пойдем. Не поддается. Я знал, что что-то такое произойдет. Я был готов. Так. Мишель! Твою-то мать! Мишель! Я не хочу идти на второй этаж. Да и сюда на самом деле не сильно хочу. Ого, у тебя спальня. Достаточно большая, надо сказать. Там ничего нет. Нет, там просто простыни. Игра на самом деле как-то странно работает, но, типа... Я не знаю, как обычно вот эта херня. Короче, я для вас звук немного отредактирую, чтобы он был потише, чтобы так не орало. Но вы сейчас не слышите же, да, что там шепотки вон там за углом. Буквально вон там. Это такая херня. Что с тобой? Возьми сраный листок. Ностальгия это очень забавная штука. Когда ты осматриваешься в свое прошлое, в прошлые моменты своей жизни, ты вспоминаешь об этих моментах намного лучше, чем они на самом деле были. Теперь я вспоминаю, как нам было весело с Сэмом. Но если подумать, то на самом деле таких моментов хороших с Сэмом было не так уж и много. Я думаю, что это просто способ жизни помочь тебе забыть о плохих вещах и помнить только хорошее. Даже так хотел бы я снова быть молодой. Мне показалось ли сзади дверь открылась? При этом были такие звуки и тому подобное. Наверное, мне показалось. Ну его нахер. Пойдем сюда посмотрим. Что это у нас, туалет? Что может плохого быть в туалете, верно? Господи, как мне страшно. Как же мне нахер страшно. Это просто какой-то лютый пипец. Я не хочу его доиграть. Мне дичайше трэшово страшно. Квартирка такая, надо сказать, не из бедных, да? Я вообще куда-то вот туда отрылся, короче. Я хочу сказать, что да, квартирка не из бедных. Да. Это факт. Я ничего не хочу сказать. Пойдем дальше. Ух ты, по-моему, да господи, как... О! Я бы нахер ливал отсюда, серьезно. Серьезно. Я уже не хочу играть в эту игру. Так, спокойно. Просто нахер спорю. Там определенно кто-то есть. Там кто-то есть. Я не хочу играть в эту игру. Так, эта дверь открывается. Мишель! Мишель, это ты? Да нет, здесь нихера на самом деле. Кто-то как будто ковырялся в этой... Что это? Болт? Болт? На хера мне болт? На хера мне болт? Я не пойду. Там музыка какая-то играет. Я туда не пойду. Нахер, просто нахер отойду. Просто нахер отойду. Этот дом слишком большой. В нем невозможно нормально находиться. Так, дверь не поддается, не открывается. Нормально находиться и не бояться. Знаешь, что мне спасает? То, что я вот так очки поднимаю и смотрю сраные картины. Так, дверь не открывается. Книга. Что это нахер за книга с глазом каким-то? Опа. Здравствуйте. Ясно. Подожди секунду. Что я делаю? Я? Я могу? Я могу заглядывать. Все, это меня немного успокоило. Пианино. Вот ты знаешь, я хочу Resident в таком виде поиграть, но я понимаю, что это... Ну, очень многим нравятся хорроры в VR, да? Давайте немного успокоимся. Типа, показываю больше хорроров в VR, но это не так удобно смотреть, как обычный... Ну, обычный летсплей, там и графика лучше будет. Вот, допустим, многие просят Resident Evil записывать в PlayStation VR. Там намного хуже графика. Но суть даже не в этом, просто реально неудобно смотреть. тебе удобно следить своей головой и в итоге эти видео получаются намного более кинематографичными, чем просто когда ты ходишь на геймпаде и снимаешь не в очках виртуальной реальности. Но, блин, смотреть людям не так удобно, поэтому я в Resident Evil буду записывать... Господи, как я зажмурился сейчас? О, господи, я не могу в эту игру играть, она меня пипец как пугает. ничего нет. Что тут? Что это такое? Боль утоляющая, ясно. Сюда нужно какую-то комбинацию подобрать? Ясно. Я пока даже не знаю, какую комбинацию. Я даже не знаю, откуда болт. Вот в чем прикол. Сыграй меня, что? Окей. Смотри там. G, Z, E. Ого. А как я это сделаю? Слушай, с этим, с этим надо что-то делать, но давай я пока схожу в другое место, потому что мне реально страшно в этой комнате находиться и я, честно говоря, не сильно хочу. Может, какая-то подсказка еще будет? Там, в принципе, можно догадаться, на самом деле. Какую ноту знаю, но все не так очевидно. Я не хочу залипать, пока есть куда идти. При этом, это была плохая идея, потому что я бы лучше там еще посидел, чем сюда пойду. я даже не смотрю. Нет, я смотрю куда-то. Нахера я туда смотрю? Может быть, около этого пианино какая-то подсказка будет? Нет? Что это такое? Это распятие? Статуя, добавленная в интернет, найдите место для статуи. Я забываю послать это письмо Сэму. Прошло несколько лет с тех пор, как в последний раз мы говорили друг с другом. И я не уверен, что он ответит, если я позвоню ему. Ой, ну, то есть, напишу это письмо ему. Но я, по крайней мере, надеюсь на это. Мы никогда не были наедине. Он все время говорил, что дядюшка Эдгар все время бил его. Я никогда не верил ему. Дядюшка Эдгар был исключительно милым со мной. Я уверен, что Сэм мне врал просто для того, чтобы привлечь внимание. Так, ясно. Хорошо, это мне немного дает, на самом деле. Шахматы, может, с ним что делать? Слава, нет. Зачем? Опять же. О, Господи, абсолютная чернота. Это просто дичь. Не навижу пылях и муха. здесь не хватает клавиш. В чем смысл? Здесь тупо найдите три клавиши для пианино. ну вот нафиг. Давай лучше сюда стоим, детскую комнату. Там жуткий робот. Что там может пойти не так? Здравствуй, робот. так, здесь еще одна запись. Кубик рубика. Фей. фейс-четыре. Фейс-четыре. Сфопс-360. Окей. фейс-четыре. Вроде больше ничего в этой комнате, нет? Что-то здесь совсем какой-то ребенок? Или два ребенка здесь было? Дальше секунду. Я просматривал старые вещи дядюшки на чердаке и нашла ключ-карту какого-то рода. Интересно, откроет ли она те двери, которые мы нашли, когда я делаю ремонт. Сейчас я просто оставлю мистеру Джонсу. Я его точно потеряю, а у него он не затеряется. А, и нужно в общем запомнить нужно в общем не забыть написать Сэму. Может быть он все-таки приедет ко мне. Я знаю, что он ненавидел расти в этом месте и ненавидел дядюшку еще больше. Но со всеми странными вещами, которые здесь сейчас происходят, я думаю, что я надеюсь на лучшее. Так, хорошо. Что я в этой комнате вообще забыл? Робот? Робот, ты где? Робот? Я не хочу играть в эту игру, она какая-то... смысл? И пианино продолжает играть. Ноты появились, или они тут были все из-за них? Хватит играть на пианино. Так, ну-ка пойдем. Что это? Бляха такое. Датчик дыма? Откуда он тут? Нахера он тут нужен вообще? Господи, я не могу. Я уже вспотел. Я не хочу играть в эту игру. Ладно, пойдем попробуем набить эту комбинацию. Я не думаю, что с ней будут проблемы. Лишь бы на меня какая-то херня бросалась. Игра пока что... Честно скажу, в нее реально страшно играть, но при этом она не какая-то там дико саму-то себе интересная. Это просто из-за эффекта присутствия. Так, C. C, G. C, G. О, это вообще не пределарь была кнопкой. Так, и что это дало мне? И что это мне дало, по сути? Короче, C, G. Ehm, T, C, G. Ладно. Что-то мы в итоге сделали. А, C, F, конечно, господи. Серьезно? Что это такое? Включат пианино, добавлен. Ага. А куда его применить? Типа, мне это нужно как-то открыть? Да нет, вроде. Включат пианино. Ну, там еще одно пианино было, как вы помните. Пойдем, сходим, попробуем. Это было вообще не сложно, на самом деле. Так. Я опять отвернулся от вас. Ну, ничего. Ничего, это игра такая, да? Пойдем, посмотрим. Совершенно не боимся. Совершенно не боимся пробовать всякие странные вещи. Ну его нахер. Не боимся. Не, не боимся. А, нам все равно. А, нам все равно. Не боимся. Не волкайся. Студия ставят по местам. Все хорошо. Только вот это было немного по-другому, по-моему, нет? Хорошо. Куда его применить, этот спич? Куда обычно применяют ключ от пианино? А вот хрен его знает на самом деле. Пойдем посмотрим. И эта музыка постоянно продолжает играть. Так, ладно, наверху я уже более-менее... О! Открылась. Боимся. Смотрим стену. Но его нахер. Этот слух мне не нравится. Ключ от подвала добавлен. Фу, ну мы продвигаемся между тем. Продвигаемся. Здесь ничего, там в ВКонтакте посидеть нельзя. Социалочки всякие. Я помню, где подвал. Подвал на первом этаже. Нам нужно на первом этаже, да? Я не хочу играть в эту игру. Мы все руки подрагивали. Господи. Что твою мать? Кто-то ремонт начал? Смесь. Подожди, это таком-то вообще. Тут же ванная. Нам не сюда. Нам с вами не сюда. Блин, сейчас что-нибудь произойдет, а я кончу, серьезно. Не надо так, твою мать. Все, нахер спокойно. Нам сюда? Я тут был? Сейчас, секунду. Я нашел, нашла странную подземную сеть туннелей. Я такое никогда не видела. Даже не знала, что они существуют. Интересно, сколько они здесь уже есть. И почему они спрятаны. Туннели были у двери, которая была заблокирована. Если бы не ремонт этого места, то мы бы не заметили этого никогда. Нужно расследовать, что же там внизу. Ты что, дура, что ли? Полицию вызывай. С полицией расследуй. Господи, почему вы такие глупые все? Понятно, нам нужен ключ от этого места, явно. Я не хочу уже не оборачиваться, ну что. Я в комнате. Я в комнате, закрыт. Все, что есть в этой комнате, тут эта срань. Так, я ушел из поля видимости. Все, я вернулся в поле видимости. Вот эти сраные газеты. Из-за спины у меня сейчас что-то есть, да? Хорошо, дверь не открывается. Ох. Это кто-то пробежал. Кто-то пробежал. Ясно? Ясно, ясно. Ясно, понятно. Подвал. Что может быть? Что может быть лучше, чем подвал? Лучше, чем подвал? Ничего, блин. Может, а что тут так темно? Кто-нибудь может мне объяснить, нет? Здесь реально пипец, как темно, не знаю. Для вас, может, я светлю и буду светлее, хотя я не уверен на самом деле. Но, скорее всего... Я что-то вижу, там что-то блестит. Отлично, бляха-бука. Ключ-карта. Сниз. Вам не нужно. Ключ-карта вот сюда не пройдет. Что так делать, твою мать? Хорошо. Давайте будем мыслить рационально. У нас с вами сейчас есть дохера вещей, на самом деле. Но большая часть из них я не знаю, куда применить вообще в целом. Да, попробуем сказать в эту комнату, но что-то мне подсказывает, что тут тоже нифига нет. Дверь? Здесь же не было двери. Ясно, 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 понятно. Что за сраные болты я подбираю? Я не понимаю, честно говоря. Так, дверь не поддается. А эту дверь кто-то только что подергал с той стороны. Отлично. Давайте не надо. Да, вроде все нормально, на самом деле. Пока что, по крайней мере. Кто-то постучался. Кто там стучит в дверь? А ну, покажись. Я открываю. Боятся, наверное. Хорошо, хорошо. Я не знаю, от чего ключи, серьезно. Я даже не представляю. Компьютер бы включен. Здесь кругом, короче говоря, вот эту вот. Теперь все стены ободраны. Может, оно изначально такое было? Типа, они стены ободрали, там, ну, ремонт начали. А ну-ка у вас нахер. Можно я отсюда уйду? За окном дождь. За окном дождь. Концовка 1. Плохой побег, что... Покинул здание, в котором он вырос. Да, это я за Сэм играл, я понял. Сэм вышел наружу. Он посмотрел назад на угрожающее здание позади него, где дядюшка постоянно его убил, там, что-то такое делал. Он не хотел оставаться в этом месте больше, чем он должен был. Он развернулся, повернулся спиной к тюрьме своего детства. Да в смысле? Я же не... Я не успел прочитать. Ну, короче говоря, вы поняли. Самая разумная концовка в итоге оказалась самой простой. Короче, что я хотел сказать. Хороший хоррор, реально. Эффект присутствия дает просто дикий. Кирпичей на нем выкладывается несказанное количество. И я понимаю тех людей, которые говорят про то, что хоррор совершенно обычный, если ты его играешь, ну, без виртуальных очков. Потому что, по сути, тут ничего такого нет. Просто повторяюсь, вроде бы уже сколько у меня? Уже полгода примерно очки виртуальной реальности. И уже должно перестать торкать. Не перестает. Реально страшно. Вещи, к которым я уже привык, и против которых у меня уже броня какая-то выработалась. Работает по-прежнему. Пугает очень даже неплохо. Сама по себе игра довольно странная. То есть, когда понимаешь, что, типа, вся игра будет про головоломки, становится немного скучно. Но, тем не менее, пугает она определенные моменты крайне знатно. И, блин, попробуйте, если есть очки виртуальной реальности. Это пока что одна из неплохих таких игр. В ней довольно упортое управление. Но, тем не менее, это одна из тех игр, в которых, кстати говоря, можно вот это вот. То есть, ходить своими ногами безо всяких там телепортирований. Это, по-моему, гораздо больше к эффекту присутствия дает очков. То есть, ничего не укачивает. Ничего подобного. Работает прекрасно. Поэтому разработчики, блин, делайте с нормальным управлением игры. А не вот эти вот прыжки туда-сюда. Короче, сама по себе игра прикольная. Концовка странная, но, типа, по-моему, самая логичная. Если бы я был там, я бы первым делом, когда понял, что вот такая вот ерунда творится, я бы из дома нахрен свалил и без полиции бы туда не пришел. Реально, приврал бы про то, что там какие-то непонятные люди ходят по дому, чтобы их заинтересовать. Ну, но, по крайней мере, точно, я бы один туда не пошел бы, в этот дом. И это считается плохая концовка. Я так понимаю, эту игру реально можно пройти. Не знаю, нужно ли нам это, потому что сейчас в ближайшее время выходит гораздо более интересный хоррор. Не могу сказать, что эта игра там 10 из 10 или там 8 из 10 даже. Она довольно посредственная. Но, повторюсь, в хорроре я пугался очень знатно. Я сейчас весь потный. Я надеюсь, этого не видно, потому что эта игра меня напугала реально до пота. У меня под конец уже фонарик дрожал вот так вот. Это неплохо, это неплохо. Короче говоря, увидимся в других видео. И я так боялся этот хоррор. Не зря боялся, на самом деле. Но все же ожидал большего. Увидимся в других. С вами был Артур. Все хорошего. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok